МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Павильон, который остался от этого прекрасного сооружения. К слову, это не первый субботник, который будет проходить за последние годы. Давайте посмотрим, как проходили другие прямо сейчас. Оранжерея Морозли – единственное, что осталось от дачи легендарного мецената Григория Морозли. Он задумал построить этот павильон во время своих визитов во Францию, где в то время были очень популярны сады под стеклом. Произведение архитектора Павла Клейна четверть века стояло бесхозным. За памятник архитектуры 1889 года постройки начали бороться только недавно. Сначала провели общегородской субботник, чтобы привести в порядок территорию. Так, 19 ноября 2016 года активисты, неравнодушные одесситы и сотрудники санатория начали убирать вокруг оранжереи, внутри грота и в самих павильонах. 4 декабря прошел повторный субботник. На этом масштабный проект восстановления павильона не закончился. Сейчас инициативная группа организовывает еще один субботник. В новом году с новыми силами мы приступаем к дальнейшим работам по наведению порядка в оранжереи Морозли. И приглашаем всех желающих присоединиться к нашей команде и внести свой посильный вклад в восстановление памятника архитектуры. Мы одесситы, мы любим наш город. Так давайте вместе восстановим одну из его достопримечательностей ради наших детей. Поддержать активистов и возродить это удивительное место может любой желающий. Достаточно прийти по адресу французский бульвар 85 в эту субботу 15 июля в 10.30 утра. У нас в гостях люди, которые первыми обратили внимание на то, в каком состоянии находится памятник архитектуры. И это Максим Которжук, глава общественной организации «Мой дом Одесса», Анна Безгодкова, организатор проекта «Оранжерея Морозли», Татьяна Замарокова, член организации «Мой дом Одесса». Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Итак, Анна, насколько я знаю, вы были инициатором этого проекта и соорганизатором проекта «Оранжерея Морозли». Расскажите немного о том, как вообще заметили, что в таком состоянии находятся памятники и решили его спасти. Ну, на самом деле, эта идея пришла к нам с Татьяной. Мы начинали это вместе. Это уже потом по ходу разделились, когда навалился вал других проектов. Вот. И начиналось все довольно банально. Мы прогуливались по территории санатория Чкаловой, и Татьяна вспомнила, что здесь есть «Оранжерея». Мы ее нашли, увидели ее плачевный вид, и родилась идея просто провести субботник. Идея вылилась в первый субботник, потом идея вылилась в желание восстановить «Оранжерею». Был проведен второй субботник, и вот сейчас планируется третий, потому что работы там действительно очень много. «Оранжерея» стоит в очень запущенном состоянии. Что убирали в первый раз, и что предстоит убрать сейчас? Татьяна, к вам вопрос. Мусор убирали, вывезли КАМАЗ мусором. Очень, очень много. Все было там технические помещения, ну, именно помещения «Оранжереи» самой, вот боковые, они были полностью завалены мусором, ну, то есть вот так вот до пояса. Там от стройматериалов, ну, от остатков стройматериалов до корней деревьев перемешку, извиняюсь, с сантехникой использованной. Ну, вот такое. Вот. Мы загрузили целый КАМАЗ мусора, вывезли. Но там еще столько же осталось. Там остались камни, которые, ну, в ходе обрушения конструкции, мы их вынесли за пределы «Оранжерея». Там осталась большая куча мусора, которого мы физически не смогли убрать во второй субботник. Нам предстоит это все вынести сейчас. И, возможно, мы начнем какие-то раскопки, потому что там настолько за годы накопился слой земли, что нужно расчистить и увидеть просто фундамент, что там вообще осталось от фундамента. Существует мнение, что спасать «Оранжерею» не нужно, что сейчас она находится не в лучшем состоянии. Это практически невозможно. О том, как думают наши телезрители, мы сможем узнать посредством интерактивного вопроса. Отвечайте на вопрос «Оранжерея Морозли» — это памятник архитектуры, который необходимо спасать. Развалины нужно вместо нее построить что-то новое. Или же, если вы не интересуетесь архитектурой города, то выбирайте третий вариант. И вопрос к вам. Насколько я знаю, вы занимаетесь вопросами сохранения объектов культурного наследия и, в принципе, готовы ответить на эту тему. Насколько я знаю, перед тем, как начинался субботник, были выбиты все стекла в «Оранжерее». Насколько это повредило «Оранжерею» и насколько это сейчас можно восстановить? Потому что стекла были необычные. Если я не ошибаюсь, их толщина больше 5 сантиметров, может быть, даже 7 сантиметров, которые мы сейчас просто не видим, скажем так, в современной архитектуре. Ну, прежде всего, хочется сказать, что действительно, для того, чтобы провести субботник в «Оранжерее», нам пришлось сбить аварийное остекление, которое там было. Ну, попросту люди не смогли бы войти вовнутрь и помочь нам провести субботник. Перед этим, совместно с специалистами, было осмотрено «Оранжерея». «Оранжерея», те стекла, которые действительно представляли какую-то историческую ценность, это буквально там небольшой фрагмент был, они были сняты аккуратно, все остальное остекление было, она остеклялась в 90-х годах. То есть оно никакой исторической ценности не несло, поэтому мы ее спокойно сбили. — Это в 90-х годах было такое толстое стекло? — Нет, 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 толстое стекло, это именно было первоначальное остекление. — То есть его спасли? — Да, небольшой фрагмент там был, он, да, он сохранен. А то, что остеклялось в 90-х годах, естественно, оно было сбито. То есть самый большой кусок, который сбивался, это был в купольной части. То есть те люди, которые участвовали в первом субботнике, могут подтвердить, что там буквально десятки мешков вбитого стекла выносилось. — Я так понимаю, есть план по спасению оранжерей не только в плане уборки, но и восстановлению ее прежнего вида, так ведь? Скажите, что необходимо, как возможно вообще ее восстановить, и что необходимо там для этого сделать? — Ну, прежде всего мы считаем, что тут должна быть тесная кооперация. Это одесситов в лице нашей организации, волонтеров, интересующихся. Это должна быть в воле санатория и должна быть помощь непосредственно от властей. Поэтому мы, в свою очередь, пытаемся настроить коммуникацию и связь между санаторием. Мы заключаем с ними официальное соглашение о проведении работ на участке оранжерей Морозли. Мы будем говорить о том, чтобы они отправляли официальный запрос о составлении, в общем, по комплексу санаторий Чкаловской учетной документации, паспорта на целый комплекс. В свою очередь, мы уже заключили договор о сотрудничестве с обл. администрацией по санаторию Чкаловскому и ряду других объектов, и, к примеру, второе христианское кладбище тоже является нашим проектом. А можно чуть более подробнее об этом проекте? Что предстоит сделать и кто его курирует? Курирую его я. Мы заключили вот сегодня, забрали договор с управлением культурного наследия областной администрации. Мы с ними работаем очень так, плодотворно. Мы хотим провести полную инвентаризацию захоронений на кладбище, потому что инвентаризация была, но такая очень поверхностная, может, процентов 10, на первых 20 участках где-то что-то сделано. Мы будем делать подробную опись, все данные, все замеры, все технические, историческую справку, фотофиксацию. И хотим, чтобы определенные захоронения были внесены как памятники культурного наследия официально уже. Вот как могила Александра Михайловича Дерибаса, например. Мы уже подали заявку сейчас в горсовет на это. Хотим мемориальную табличку, и чтобы ее поставили на учет отдельно как памятник архитектуры. И тот и тот проект требует очень больших финансов. Известно ли, о каких суммах идет речь, и найдены ли спонсоры, или же это будет какой-то областной городской бюджет? Ну, по оранжере пока что на этапе субботник, и вопрос нахождения спонсоров, он немножечко отодвигается, потому что надо знать масштаб. Сначала нужно оценить. Нами разработана учетная карточка, разработана схема, разработана она специалистами в архитектуре и реставрации, которые будут уже как специалисты оценивать тот масштаб, который необходимо будет задействовать финансовый. То есть понимая, после проведения акта технического обследования, понимая, в каком состоянии находится сейчас оранжерея, мы будем понимать точные затраты, которые необходимо потратить будет. Но мы, опять же, считаем, что здесь не только меценаты должны участвовать, так как данная оранжерея находится на балансе у Министерства здравоохранения, и мы считаем, что должно непосредственно Министерство в этом поучаствовать, а также город или облах администрации. Со своей стороны мы, возможно, в будущем тоже организуем какой-то сбор от одесситов. Но он должен, опять же, быть символический, чтобы каждый одессит, который заинтересован в сохранении данного памятника архитектуры, просто чувствовал, что он часть какой-то смог вложить в восстановление такого памятника. То есть если у него не получается, допустим, физически поучаствовать в субботниках, в каких-то обмерах, составлении какой-то документации в организационных вопросах, то есть если он может, он таким вот образом поможет. Чуть более подробно о том, что из себя представляет оранжерея Морозле, вы сможете увидеть прямо сейчас в нашем сюжете. В 1889 году архитектор Клейн построил на территории парка 40-метровую оранжерею с паровым отоплением, которая обошлась владельцу в 30 тысяч рублей. Идея постройки оранжереи возникла у известного мецената Григория Морозли во время визита во Францию. В то время подобные сады под стеклом были очень популярны. А вот то, как должен выглядеть сам павильон, подчеркнули в Лондоне. После окончания строительства в прессе ее назвали «грандиозная» и «образцовая». Ее длина – 40 метров. Увенчана оранжерея была остекленным куполом, собранным из металлических элементов, заказанных в Соединенных Штатах Америки. Все было оформлено в виде скал с пещерами. В центре – круглый стол. После смерти в 1907 году Григория Морозли его огромное имущество было разделено согласно завещанию. Разделена была и дача. Часть, где находилась оранжерея, досталась Петру Сергеевичу Толстому. В 20-е годы на базе парка Морозли был создан клинический санаторий, позже получивший имя Валерия Чекалова. Только положительно на ее судьбу это не повлияло. Красивейший объект сегодня на грани исчезновения. Максим, у вас, я так слышала, уже готовы какие-то правки. Не совсем точные данные существуют в интернете. Что вы можете рассказать? Я вижу, у вас есть подробный план. Ну, это чертеж был составлен нашим волонтером, также участником данного мероприятия, архитектором. Его зовут Евгений. С ним он составил детальные обмеры всей оранжереи. И хочется подкорректировать, что на самом деле длина составляет 51,6 метров. Да, она больше, на самом деле больше. А можно ли описать, что сохранились, я так понимаю, все-таки какие-то фотографии архивные? Я так понимаю, вы разбирались в этой теме. Можете описать, как изначально выглядела оранжерея, что она из себя представляла? Смотрите, историком Сергеем Котелко также были проведены изыскания по поводу первоначального вида данного памятника архитектуры. Единственное, что ему удалось найти, это карта, на которой изображена оранжерея. И на данной карте она выглядит на самом деле больше, чем мы ее видим на данный момент. То есть большая ее часть на самом деле разрушена. Стоит единственный вопрос, мы не знаем точно, эта постройка, которая находилась по левую сторону от оранжереи, она была дореволюционной или же она была построена в советское время после революции? То есть, когда мы уже приступим, допустим, к каким-то раскопкам на территории данной оранжереи, тогда мы точно сможем установить и получим какую-то информацию. Также, как я сказал, так как мы налаживаем связь с оба администрации и непосредственно с санаторием, возможно, у них есть какие-то архивные материалы, которым у нас на данный момент нету доступа, и у нас будет более четкая картина на этот предмет. Что хочется сказать также по мероприятию, который будет. Там будет присутствовать организация Pixelated Realities. Они также сотрудничают с нами по вопросу сохранения оранжереи в каком отношении. Они помогут нам создать 3D-модель данного памятника архитектуры, как они уже это сделали с дачей докса до ее разрушения, как сейчас они сделали модель колоннады воронцовской. И они помогут нам также с оранжереей. Будем надеяться, что она сохранится, но не только в электронном виде, то есть нам действительно удастся привести ее в порядок. Одесса — это в основном город памятника архитектуры. У нас очень много красивых зданий, сооружений. Почему так важно сохранить и спасти именно эту оранжерею? Ну, как вам сказать? Во-первых, это красивое произведение искусства. Во-вторых, это тоже часть нашего культурного наследия. Это наследие человека, который очень многое сделал для нашего города. Морозли, известные меценаты, и очень многие дома были построены именно им. И очень важно сохранить любую частицу нашего культурного наследия, тем более, что в последнее время они очень быстро исчезают. Жоргий? Да. Да, хочется добавить, что архитектура, так же, как и картина, и музыка — это программный код, который влияет все-таки на душу человека, на его мировосприятие. И понимая, по каким законам строились эти здания, они строились по законам сакральной геометрии, которые прямым образом влияют на душу человека. То есть это может стать, опять же, и остаться местом вдохновения для людей и каких-то изменений. То есть обязательно такое здание, такая оранжерея должна быть сохранена. Как много людей откликнулись первый раз на такой призыв прийти и убрать в оранжерею, привести ее в хороший вид? И сколько человек откликнулись сегодня? Больше, меньше? Вот в первый раз пришло очень много человек, человек 150, кажется. Мы не ожидали такого ажиотажа, вот мы были очень рады такому наплыву людей. Во второй субботник пришло чуть меньше, но мы все равно справились. Вот было очень много крепких мужчин, которые нам помогли. Мы ожидаем, что в третий субботник одесситы все-таки поверят в наши серьезные намерения, что это не просто прихоть, а что это серьезные мероприятия, и что мы уверены в своих силах, что у нас получится все-таки восстановить эту оранжерею и придут на субботник. Татьяна, это достаточно будет вот этого третьего субботника, или все-таки эти мероприятия будут повторяться снова и снова? Сколько еще нужно вот таких заходов, скажем? Ну, именно субботник, мы, конечно, рассчитываем, именно как субботник, вот как они были, что это будет последний, потому что там уже, в принципе, мусор собран, да, вот еще вот один КАМАЗ загрузить, еще один вывезти, и все будет... Там уже, в принципе, будет расчищено, но потом будут там, ну, мы хотим... Там колодец, мы его осушили, в принципе, уже, да, но там надо еще раскопать, там нужно раскопать основание, ну, расчистить, то есть это уже такие работы будут более... Ну, как бы для специалистов, наверное, скорее. На примере оранжерея и морозлию, это же не единственное здание, которое сегодня требует ухода и требует восстановления, какие еще объекты культурного наследия сегодня требуют защиты, и, возможно, они есть, они на вашем поручительстве, скажем так, вы ими занимаетесь. Ну, хочется вернуться чуть-чуть к предыдущей теме. Для нас, прежде всего, количество одесситов, которые будут участвовать в субботнике, это также индикатор важности для одесситов этого объекта. Мы... мы... это наш критерий оценки. По поводу, какие еще объекты нуждаются в защите. Можно сказать, что каждый объект дореволюционной постройки, по нашему мнению, нуждается в кураторстве. Изучая польский опыт защиты культурного наследия, мы знаем, что там есть институция, которая называется «Опекун памятника архитектуры», где человек может выбрать непосредственно здание, памятник. Он может к тому времени являться памятником архитектуры, не являться это не имеет значения. И он работает, создает рабочую группу из специалистов и предпринимает шаги взаимодействия непосредственно с властью по его сохранению. И мы считаем, что если бы, допустим, кураторство такое, опекунство создавалось по каждой исторической постройке, памятнику архитектуры, состояние Одессы было бы совершенно другое. Но это бы даже говорило о высоком культурном уровне проживающих в Одессе. Вот, собственно. Обращались ли с такими проектами в Одесский городской совет или любые другие структуры? Предлагали ли эту идею? Сейчас мы находимся на этапе заключения соглашений настройки такого взаимодействия. То есть мы будем продвигать наши инициативы и в обл. администрацию, и в городскую. Потому что есть объекты, находящиеся в так называемой непопулярной Одессе, непопулярной части Одессы, которые скрыты от большинства глаз одесситов. И будем всячески привлекать внимание городской власти. Так как одесситы непосредственно не имеют возможности, допустим, узнать о всех объектах, мы со своей стороны будем сигнализировать, допустим, о начало какого-то проекта, и будем, допустим, делать какую-то подготовительную работу и дальше уже передавать в опекунство инициатору или инициативной группе. Что ж, на этом мы будем заканчивать наш эфир. Я напоминаю, на протяжении всего эфира наши, дорогие телезрители, голосовали. Они отвечали на вопрос, что же для них ранжерея морозли. Итак, за первый вариант, памятник архитектуры, который необходимо спасать, ответили 99%. За второй, развалины, нужно вместо нее построить что-то новое, 0%. И я не интересуюсь архитектурой города, всего лишь 1%. Вот так вот сознательно подошли к этому вопросу одесситы. Если что-то добавить к этому голосованию или в целом к окончанию темы. Приходите на субботник. Нам очень нужны руки. Да, очень хочется видеть побольше неравнодушных людей, которые любят свой город и хотят его спасти. Максим? Полностью поддерживаю. Все в наших руках. Спасибо большое за то, что вы делаете такое благородное дело. Я считаю, надеюсь, все получится, и мы спасем не только оранжерею морозли, но и другие памятники архитектуры, которые есть в Одессе. Но эту важную тему с вами обсуждала Ирина Рогозянская. Не переключайтесь, дальше только интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова